Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь гаджет за последнее время, который вас прямо порадовал. Возможно, вы переживали, что он будет не очень, а он раз и получился очень хорошим. Вот есть что-то у вас сейчас в голове, что прямо реально вас порадовало за последнее время? Вы знаете, я очень скептически был настроен на новый, самый бюджетный Redmi. Потому что Redmi, который выходил в прошлом году, Redmi 9i и Redmi 9c, это были ужасные Redmi. Они очень медленно работали, они очень сильно тормозили. И самое главное, их покупало огромное количество людей, а значит, они сталкивались с большим количеством проблем. Но как же я был приятным удивлён, когда я походил несколько дней с этим Redmi 10c. Да, я походил с ним после Galaxy S22 Ultra, после Black Shark 4, после Asus ROG Phone 5 Pro и так далее. Походил с этим смартфоном и понял, какой же он получился классный. Самое главное, он получился именно таким, за что мы очень любим Redmi. Вот вы вспомните, за что мы любим Redmi. Мы любим за то, что эти смартфоны получаются топом за свои деньги. Вспомните модели, которыми, кстати, по-прежнему ещё, наверное, пользуются. Это Redmi 4X. Помните, такая штука была? Это просто неубиваемая модель. С ней люди ходили долгие годы. Мне кажется, что сейчас даже есть люди, которые ходят за Redmi 4X, ну или, по крайней мере, он лежит на полке и спокойненько пылится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас было что-то из прошлого классного Redmi? И так как Redmi 9i и Redmi 9c были ужасными, я записывал про это ролик, и я говорил, что ни в коем случае не покупайте эти смартфоны, я очень скептически был настроен на Redmi 10c. Но как же он меня порадовал, а? Вы понимаете, ведь это смартфон, который стоит там типа 9, 10, 11 тысяч рублей. За эти деньги очень хочется, чтобы человек, которого купил, чтобы он не мучился, чтобы он вообще не сталкивался с этими дикими тормозами, которые были вот в предыдущих Redmi. И у этого всё получилось. Китайцы молодцы. Китайцам большое спасибо. Внутри здесь стоит Snapdragon 680. Давайте я скажу, что такое Snapdragon 680. Это 220-250-270 тысяч баллов Antutu. 250 тысяч баллов Antutu это очень крутая производительность за эти деньги. Snapdragon 680 стоит в Redmi Note 11, который стоит 25 тысяч рублей. Он стоит в Honor X8, который стоит 25-27 тысяч рублей. Он стоит в огромное количество смартфонов, потому что это хороший, бюджетный, но производительный вариант. А этот смартфон стоит, ну, десятку. Ну, реально, на Алиэкспрессе можно сейчас найти вот версию, причём самая маленькая версия. В ней 4 гига памяти, 64 встроенной, полностью работающий слот, где можно вставить и две сим-карты, и карточку памяти. Ну, а дизайн? И дизайн тоже прикольный получился. Как бы, с одной стороны, если приглянуться, то это всё то же самое, но с другой стороны, вот этот чёрный набалдашник, который появился, кайфово. Просто молодцы. В общем, сегодня будет позитивный рассказ, очень приятный, честно говоря. Я походил с этим смартфоном, хочу вам рассказать, что в нём хорошего, что в нём плохого. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Я бы сказал так, что есть вещи, которые очень сильно требуются от бюджетного смартфона. Вот человек насобирал 10 тысяч рублей, и ему нужно купить телефон. И это может быть телефон себе, это может быть телефон, там, не знаю, родителям, это может быть телефон ребенку. Во всех этих случаях есть несколько очень важных моментов. Первое. Камера, она не такой имеет значение. Камера просто нужна. Нужно, чтобы она работала. Снимал видео, делал фотографии, чтобы немножко работал HDR. Короче, это задача минимум. А что именно нужно? Нужно, чтобы смартфон выглядел хорошо, чтобы был экран большой. Ну, например, дети будут играть в этот телефон. Или там вы взрослым родителям купите, или, может быть, себе. Хочется, чтобы экран был большой. То есть, грубо говоря, ты покупаешь большой экран за небольшие деньги. Хочется, чтобы и фирма была понятна, да? А это Redmi, это Xiaomi, это вековые традиции китайцев, испокон веков делались эти Redmi на благо людям. Да, которые не хотят тратить много денег. И вот тут это получилось. То есть, во-первых, внешний вид. Еще расскажу, что вот эта задняя окантовка очень сильно облагораживает смартфон. Как будто бы у тебя большая камера. Как будто у тебя вот блок камер, который прямо заставляет задуматься, что это там такое. Тут такой некий симбиоз, что-то от Pocophone, что-то от OnePlus 10 Pro и так далее. А самое главное, что выглядит солидно. Задняя крышка тоже очень приятная. Она пластиковая, она с такими полосочками. По бокам, понятное дело, у нас пластик. И спереди у нас экран большой, 6,7 дюймов. Это IPS-экран, это HD. Но как бы и без разницы. То, что это IPS, соответственно, мы лишаемся проблем с шимом. Да, у нас, конечно же, не самые лучшие углы. Вот если посмотреть, то у нас что-то там преломляется. Но еще раз скажу, что в этом ценовом сегменте 10 тысяч рублей никто не смотрит вот на эти преломления. Показывает, и то хорошо. Да, к сожалению, наверное, у него не очень хватает яркости. Поэтому, когда вы в солнечный день будете находиться под яркими лучами солнца, ну, вы не все будете хорошо видеть. Особенно, если у вас будет включена темная тема, ну, как бы сложновато будет. Но вообще, вообще хорошо. То есть я с этим смартфоном проходил несколько дней. Вот вообще никаких трудностей не было. То есть у меня, знаете, есть такая штука, когда ты берешь смартфон на тест, и хочется его поскорее поменять. То есть ты взял его и думаешь, блин, ну, 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 все, ты нового, уже здесь ничего не откроешь для себя. Он не очень хороший, и у тебя еще другие смартфоны, тебе хочется на них перейти. А с этим смартфоном я вот уже хожу четвертый день. И вот перейти на что-то другое, вот вообще нет никакой необходимости. То есть у меня есть рядом с собой там Samsung, у меня есть рядом с собой Pixel 6 Pro и так далее. Все, я, если не надо, сделаю фотографию. Но этим смартфоном я пользуюсь без затыков, абсолютно без проблем. Мало того, что этот смартфон большой, так он весит немного. Всего лишь 190 граммов. А толщина у него тоже очень приятная, 8,3 миллиметра. Единственное, что в комплекте нет чехла, а так как это крышка пластиковая, обязательно купите себе какой-нибудь на Алиэкспрессе чехол рублей за 100-200, иначе, ну, сотрется все это добро. Качельки громкости, кнопка включения. Здесь все хорошо. USB Type-C снизу. Снизу у нас также есть один динамик. Понятно, здесь нет никакого стерео. Да и бог ты с ним, не надо никакого стерео. Самое главное, что звучит он нормально. То есть, мне что нужно? Чтобы когда он находился в другом конце комнаты, или в другом конце квартиры, я его слышал. И это происходит, это самое главное. И вибро здесь не ужасное. Оно не дребезжащее. Оно просто такое мягкое, недорогое вибро. По корпусу есть один лишь только момент. Это в угоду, в угоду дизайна воткнули сканер, отчетка пальцев, ну, так неудобно наверху. То есть, ну, вот когда ты держишь смартфон, ну, ты никоим образом вообще до него не достаешь. Не то, что ты не достаешь, ты не достаешь до него сантиметра, наверное, 3-4. Поэтому вот сюда переносить руку очень неудобно. Я настоятельно рекомендую настроить вам разблокировку по лицу. Причем делать так, чтобы смартфон просыпался, когда вы его берете в руку, сам вас сканировал, и дальше включалось распознавание, и он переходил на рабочий стол, и это работает. Самое главное, что это работает. Смотрите, быстро расскажу, как это делается. Заходите в настройки, заходите в пароли и безопасность, и здесь у нас есть разблокировка по лицу. Настраивайте ее. И вот когда вы зарегистрируете свое лицо, здесь внизу есть такая кнопочка оставаться на экране блокировки. Отключите ее, чтобы смартфон сразу переходил на рабочий экран. И дальше вот еще что делаем. Заходим в блокировку экрана, и здесь надо поставить галочку пробуждать при взятии руки, и использовать двойное касание. Ну, двойное касание, чтобы вы два раза коснулись, и смартфон проснулся. Либо взяли в руку, и он проснулся. И тогда смартфон просто лежит, вы просто его берете в руку, он просыпается, сканирует ваше лицо, и через секунду вы, бац, уже на рабочем столе. Это не происходит так мгновенно, как в более дорогих смартфонах, но это происходит вполне себе комфортно. А самое главное, что вообще сканер отпечатка пальца в этой ситуации больше особенно и не нужен. Хотя, конечно же, так или иначе, вы все равно им будете пользоваться, и будете пытаться его нащупать, потому что он дико неудобно находится. По производительности вообще никаких вопросов нет. Просто я пользуюсь этим смартфоном, он не тормозит. То есть он просто работает не быстро, да? Ну, по сравнению там с флагманами, которыми я пользовался последнее время, он просто работает нормально. Есть несколько важных моментов, касающихся работы. Первое. Еще раз скажу. 680 Snapdragon. 250 тысяч баллов в Antutu. Отлично. Просто работает на ура. Особенно за 10 тысяч рублей. Ладно, когда он в Honor X8 за 28 тысяч рублей. Тут еще можно о чем-то подумать. Или там в Redmi Note 11. Ну, понятно, 25-28 тысяч рублей. Здесь за десятку. За десятку. Вы поймите, это просто крутейшая производительность за эти деньги. Я теперь вообще без проблем могу всем рекомендовать покупать этот смартфон, если у вас есть 10 тысяч рублей. Ну, просто классно. Здесь уже в базе 4 гига оперативной памяти. Не 3, как раньше, не 2, тем более. 4,64 или 4,128. Ну, если бы сюда еще сделали версию на 6,128, вообще было бы отлично. Докинул еще там 2000 рублей. И красота тебе. Здесь, конечно же, встроена система по увеличению памяти. То есть, у нас 4 гигабайта оперативной памяти. Плюс еще один добавляется из встроенной памяти. Ну, это сейчас есть на всех смартфонах. То есть, грубо говоря, у нас типа 4 плюс 1. Несколько моментов, на которые я обратил внимание. Первое. Приложения особенно не выгружаются из памяти. То есть, когда ты загрузил, например, игру Call of Duty, потом вернулся, там, не знаю, в WhatsApp ответить кому-то на сообщение, потом открыл почту и потом обратно вернулся в Call of Duty, Call of Duty в этот момент не вылетает из памяти, а остается. При том, что Call of Duty это здоровенная игрушка, но она остается. Я, честно говоря, удивился, что смартфон держит все это в памяти. Очень круто. Кстати, небольшой лайфхак. Смартфон держит вот эти программы в памяти, но нужно все-таки, чтобы периодически он их выкидывал. Потому что, если они висят в памяти, то они тратят электроэнергию. Вы-то про них уже забыли, не пользуйтесь, они все висят и висят. Поэтому вам обязательно нужно зайти в батарею. Здесь у нас наверху есть настройки. И вот тут есть раздел очищать память. Поставьте себе 30 минут. То есть, грубо говоря, ну через 30 минут приложение, которое у вас висело в фоне, оно кельнется, и все будет хорошо. Бэри, пожалуйста, перестань лаять. Эти собаки просто бесят. Они чем меньше, тем глупее. Следующий момент, касающийся игр. Ты запускаешь Call of Duty и играешь. Да, выставляешь маленькие или средние настройки и играешь. Играешь вообще без проблем. Потому что 680 Snapdragon тянет, тянет нормально. Здесь, кстати, внутренняя память UFS 2.2. А Samsung, кстати, недавно представили UFS 4.0. То есть, на всех флагманах было UFS 3.1. Теперь UFS 4.0 там в два раза быстрее и все и так далее. Ну, все, как бы это ерунда. Я об этом рассказываю в новостных блоках. Кстати, друзья, я же новости для вас теперь записываю. У меня уже есть 4 выпуска. И я стараюсь примерно раз в 5 дней записывать для вас новости. Я надеюсь, что вам эта рубрика нравится, есть позитивные отзывы. Поэтому всегда вы можете быть в курсе того, что происходит в мире электроники, если будете смотреть мои новости. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. И, кстати, и внизу есть информация еще про дзен, про то, про сё. Кстати, еще полезная информация по поводу цен, да? Если вы всегда хотите под рукой иметь хорошие цены на смартфон. Ну, пускай это будет Redmi Note 10, например, или еще что-то. Я вам рекомендую телеграм-канал моего товарища Польза Нет. Я внизу оставляю ссылку. Переходите, посмотрите. Вот именно там Александр собирает самые полезные ссылочки на Алиэкспресс по самым вкусным ценам. Так что я вам рекомендую. Ну, а если вам телефон нужно купить в России, то есть вам нужно прямо сейчас вот прийти и купить, а не ждать его месяц с Алиэкспресса, значит, приходите к моим друзьям на компанию Цифрус. Я внизу оставляю ссылку. Переходите. Самое главное, что если сделаете покупку именно по этой ссылке, вам будет подарок. Так что welcome. У нас здесь стоит 11-й Android и MIUI 13. Это хорошо. Система работает достаточно плавно. Не очень шустро, но плавно, нормально. Без особенно каких-то затыков. Знаете, когда записил какое-то тяжелое приложение, потом из него выходишь, и вот он прогружает этот рабочий стол, зависает и так далее. Да, понятно, что здесь у нас экран 60 Гц, ну, как бы и бог ты с ним. К этому вопросу нет. Есть один вопрос к операционной системе, и я, честно говоря, не знаю, почему так происходит. Смотрите, с чем я столкнулся. Мне надо было загрузить видео на YouTube. Видео сравнения Realme GT Neo 2 и Xiaomi 12X. Большое 5-гигабайтное видео. Я хотел, чтобы у меня, ну, каким-нибудь образом, там YouTube не вылетел из операционной системы, его никто не удалил, поэтому я хотел поставить замочек на YouTube. И я, как всегда, зашел в меню многозадачности, сделал движение снизу вверх, у меня вот открылись плитки всех приложений, и для того, чтобы дальше закрепить вот это приложение, надо просто на него нажать, у тебя появляется дополнительное меню, там можно и замочек поставить на приложении, можно узнать информацию о приложении, можно включить режим раздельного экрана, чтобы на экране у тебя сверху отображалось одно приложение, снизу другое, но этого нет. То есть, эта функция куда-то выпилена, выпилена из операционки для Redmi 10C. Возможно, для того, чтобы как раз-таки все работало хорошо, возможно, оно как-то сильно утяжеляет, я не знаю. Короче, мне не удалось закрепить приложение, поэтому я просто повыкидывал остальные, чтобы оно случайно само не вылетело. Но, честно говоря, мне это показалось странным, типа, come on, почему так? Если вы знаете, почему так произошло, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А так, вы знаете, все хорошо, делаете свайп слева направо, у вас открывается гугл-лента, работают жесты, все хорошо. Движение тремя пальцами, можно сделать скриншотик. Хотите там темную тему? Пожалуйста. Короче, по системе больше вопросов никаких нет. Самое главное, не тормозит. 4 гига памяти, плюс 1, 680 Snapdragon, не тормозит. Круто. Понятное дело, что здесь достаточно простой Wi-Fi, и Bluetooth тоже не самый быстрый, версия 5.0. Но есть NFC, самое главное. Соответственно, устанавливать себе Mirpay, идете расплачиваться карточками без вообще каких-либо проблем. Ну и понятное дело, что по аккумулятору здесь все тоже очень классно. Смотрите, 5000 мАч аккумулятор. Не очень мощный процессор, соответственно, у нас хорошее энергопотребление. Поэтому вы можете уверены, что на один суперинтенсивный или полтора или два дня этого смартфона вам будет хватать. Вот прямо при вас, смотрите, делаю. Захожу в настройки, дальше у нас батарея. Здесь у меня происходит подсчет. Смотрите, 15 часов, 21 минуту проработал смартфон. И какая экономия энергии, ничего не включено. Опускаемся вниз, смотрим, сколько. 4 часа 56 минут работы экрана. И у меня 35% заряда остается. То есть смартфон проработает еще часов 7 или 8 экрана. Это очень хороший результат. Поэтому этого смартфона вам должно хватать на два дня. Вообще без проблем. У меня хватает на полтора. Ну, единственное, что заряжается смартфон достаточно долго. 18-ваттная зарядка. Она идет в комплекте. Ну, соответственно, зарядка больше, там, двух часов. Ну, нормально. На ночь ставите раз в два дня и все отлично. Ну и по камере, смотрите. Сзади у нас модуль. 50 мегапикселей основная камера. И еще есть 2-мегапиксельная камера. Да, блин, какая разница, для чего она там есть. Глубина резкости или макро не суть. Основная камера на 50 мегапикселей. И я, честно говоря, жду, когда вот этот сегмент, вот в этот сегмент залетит еще цифровая стабилизация. То есть пока ее нет. Ты идешь, и все, конечно же, трясется. Когда снимаешь видео, вы сейчас видите пример. Все прямо очень сильно трясется. Надо прямо делать из себя вот такой, как бы, гимбл стабилизацию, чтобы как-то более-менее сохранять стабильность картинки. В целом, не страшно. Еще раз скажу, что снимает и хорошо, делает фотографии, хорошо. Есть всякие режимы, есть портретный режим, есть даже режим профи, понимаете? Чтобы вы вручную выставляли баланс белого, чтобы вручную выставляли ISO, включили режим 50 мегапикселей и так далее. Короче, кайфово. Ночной здесь режим есть. Понятное дело, что он работает, ну, как бы, так себе, но работает, и это все хорошо. И, конечно же, трех с половиной миллиметровый джек здесь есть. Короче, друзья, я вот вам могу точно сказать, вам и всем, кто вас будет спрашивать, смартфон за 10 тысяч рублей. Вот на данный момент у нас май 2022 года. Redmi 10C. Отличный вариант. Какие есть еще варианты в этой ценовой категории? Ну, смотрите, есть Realme C21, C25S. Они стоят чуть-чуть подороже, но тоже где-то там же. На Алиэкспрессе можно находить нормальные цены. Тоже хорошие варианты. Отлично работают смартфоны. Есть еще Tecno, кстати, и Infinix. Эти бренды не очень известны. К ним отношения, как к какой-то там китайщине, но на самом деле они кайфовые. Я своему сыну отдал Infinix. Вообще, вообще, никакого горя не знает. Очень классный смартфон. Большой экран, 120 Гц, 90, сколько там, короче, классный. Поэтому вот 10 тысяч рублей, либо Redmi 10C, либо Realme C21, C25, вот это самые лучшие будут варианты. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что я регулярно здесь рассказываю о гаджетах, которыми лично пользуюсь, и поэтому передаю вам всю необходимую информацию, которая у меня есть. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok